Привет, меня зовут Денис, я сам себе SEO, и на своем канале я рассказываю о бизнесе на машинной вышивке. В прошлом выпуске я показывал свою поездку в Китай на завол, где собираются вышивальные машины. И после выпуска поступило очень много заявок на покупку вышивальных машин, и я продал все, что у меня было в шоуруме. Добро пожаловать в продай машину! Следующий контейнер приходит в сентябре, а пока ловите лайфхак, как купить машинку дешевле. Раз в полгода я продаю вышивальные машинки своего шоурума, чтобы его обновить, просто чтобы машинки не устаревали по сроку производства. В шоуруме они не особо интенсивно используются, но с каким-то пробегом для демонстрации, для выполнения каких-то небольших текущих заказов я их использую. Ну и для съемки контента, соответственно, тоже. Поэтому из шоурума с очень хорошим дисконтом, периодически я буду распродавать вышивальные машинки. Кто успел, тот воспользовался этим моментом и уже счастливым владельцем является. У меня началась новая жизнь, новые эмоции! И все в святых красках теперь для меня! Ура! Следующий контейнер ко мне приходит в сентябре и в нем будет несколько новых моделей, которые я обязательно тоже буду показывать и рассказывать о них. И на данный момент там есть еще... На данный момент это 20 июля 2023 года. Имейте в виду, когда мое видео к вам попадет в руки, имейте в виду эту дату. Так вот, в ближайшем контейнере на данный момент две свободные машины HP1501AA. Это та машинка, которую я показывал изначально. Самая популярная модель, самая бюджетная, но при этом добротная и хорошо собранная. Вот, если кому-то нужно, уже через месяц она будет в Москве. Поэтому звоните, пишите. Ссылка на сайт в описании. Самый главный момент для покупателей, кто покупает у меня, это то, что гарантийные обязательства исполняются в России. Они исполняются мною. Если с машиной что-то случается, ее либо замена, либо ремонт, она гарантируется российской компанией. Российской компанией, в которой человек, которого вы сейчас видите на экране, является генеральным директором. Вы много встречали компаний, вот вы приходите в магазин, вы хоть раз владельца там видели, вы знаете, кто этим магазином владеет? В случае со мной, вы будете жать мою руку, вы будете видеть мою подпись на документах, вы будете видеть печать моей компании, в которой я являюсь генеральным директором. Что может более гарантировать вашу безопасность, безопасность ваших денег и ваших вложений, я не знаю. Но я всегда приветствую покупки в том месте, где вам спокойнее. Спокойнее вам купить в какой-то другой компании, в магазине? Нет проблем, покупайте. Главное, чтобы всем было хорошо. Я за спокойные, прозрачные отношения, чтобы бизнес был на изи. А не с нервотрепкой и со всеми прочими прелестами, когда люди скитаются из одной компании в другую, собирают прайсы. А вы дайте мне 10 тысяч скидку, а вот там мне дали 6500 скидку. Сорян, друзья, у меня скидок нет. Бывают скидки, они фиксированные на оборудование из шоурума. Все остальное в долларах, зафиксированном на сайте, по курсу ЦБ. Без каких-то подводных камней, плюс-минус проценты, нет. Просто курс ЦБ на день оплаты. Все очень просто и прозрачно. Договор тоже всего на двух страничках, прозрачный и полностью описывает все наши с вами взаимодействия. Что еще безопаснее придумать, я не придумал. Есть идеи? Пишите. Ну, кроме оставления в залог моих детей. Нахвалился, а теперь расскажу, как я ездил в Оренбург на крупное предприятие для установки сразу трех двухголовочных машин. Погнали! Работать с действующими предприятиями одновременно и очень сложно, и очень комфортно. Сложно, потому что нет одного принимающего решения человека, все с кем-то нужно согласовывать, постоянно кого-то нет на месте и чего-то не хватает. Но зато, как правило, есть формулированная задача, которую нужно реализовать. Кстати, я не часто рассказываю о компаниях, которые приобрели у меня оборудование, потому что не все хотят, чтобы им потом назвалили с вопросами. А вот вы мне не скажете, как вы цену считаете. А вот давайте я к вам приеду, и вы мне расскажете, какой стабилизатор вы у себя используете на производстве. Если у меня на подобные запросы стоит фарволл под названием платной консультации за 10 тысяч рублей час, то подставлять своих клиентов я точно не буду. И в данном случае активных граждан я также призываю к здравому смыслу. Ребята, компания Холти большая, и у них на сайте размещены контакты отдела продаж меха и готовых изделий. Пожалуйста, не отправляйте им на просчет стоимость вышивки крестильных наборов. И вот в случае с компанией Холти были сформулированы требования к технологическому процессу, и под этот процесс от меня уже требовалось реализовать эти требования на практике. Изначально запрос был на одну шестиголовочную машину, и от этой идеи я предложил отказаться, так как это первое вышивальное оборудование для данного предприятия, и как человек с непосредственным производственным опытом, я всегда за диверсификацию. Одна машина, если ломается, встает весь производственный цикл. Поэтому, если это микропредприятие, но одной головы мало, возьмите лучше две одноголовочные машины, чем одну двуголовочную, либо три двуголовочные, как в примере с фабрикой. Второй момент – это вес и габариты. Для перемещения шестиголовочного аппарата требуется кран, и сопутствующие проблемы с перемещением оборудования внутри цехов. Одноголовочную машину могут перенести два человека, и она помещается в легковой машине, а для двуголовочной уже нужна газель и автопогрузчик. Третий момент – продажа многоголовочного оборудования после амортизации, например, либо для замены на более современное оборудование практически невозможно. Посудите сами, насколько маленький рынок вышивальной техники, и насколько он специфический. Это не айфон продать, а фабрик готовых купить станок весом несколько тонн не так уж и много. Конечно же я сужу по себе. Мне, например, различное текстильное оборудование интереснее, чем процесс производства, и поэтому я также немного диверфицировал себя и занялся дистрибьюцией вышивального оборудования, чтобы иметь возможность доступа к разному промышленному текстильному оборудованию. И я не уверен, что смогу остановиться на вышивальных машинах. Но, с другой стороны, и производство как творческий процесс мне тоже интересно, и поэтому от него я тоже не отказался. Просто отлазил процессы так, что она работает с моим минимальным участием, а я сконцентрировался на оборудовании. Поэтому, когда меня спрашивают, в чем отличие моих вышивальных машин от других компаний, у других компаний нет меня. Пользуйтесь моментом. Покупая оборудование у меня, вы получаете мой опыт и мое наставничество при запуске. Такого вам никто не предложит. Подержу за руку и помогу сделать первый шаг в этот увлекательный бизнес. А он действительно увлекательный и вышивка это волшебство. Продолжение следует...